Бутылки, пакеты и даже остатки старого дивана. Вот она, территория вдоль озера Русское за чистыми прудами, во всей красе. Излюбленное место отдыха кировчан летом превращается в одну большую помойку. По выброшенному на лесную опушку мусору нетрудно догадаться, что ели и пили отдыхающие. Вообще же срач полнейший, но вот как тут отдыхать, это позор, это просто позорище. Там вон мусорка, тут мусорка, вообще в лесу накиданная, не знаю, что. Им что, и мне что делать, они берут, кидают и все. Как можно потом обратно сюда же приезжать в такой годишник, тем более с детьми? Просто ужас какой-то. Вот здесь сейчас стали с ребенком купаться, здесь стекла валялись, убирали. Тут часто приезжают ночью с палатками, костры тут устраивают, как бы. Тут туса, тут они, в общем, местные. Постоянно они тут пьют, разбрасывают, тут драки постоянно. Они никогда за собой мусор не убирают. Ну да, и нарастают, как свежий ком. Народ видит, что там лежит пакетик, я положу рядом. А если лежат два пакетика, кто-то думает, что это и есть место в свалке, правильно? Просто не все убираются в поросятки. Потому что засранцы, честно говоря, засранцы. Они выпьют и все кидают, куда упало. В городе тоже картина маслом. Сквер на производственной только-только облагородили. Положили брусчатку, установили фонари и скамейки. Не забыли и про урны – все для кировчан. А какой монетой отплатили жители? Мусорят, где попало. Местные говорят, утром еще куда ни шло, дворник прибирает. А к вечеру вся аллея буквально тонет в окурках, бутылках и шелухе от семечек. Гадюшник самый настоящий. У нас, получается, три дома по производственной, это общежитие. И там люди не очень воспитанные или как. Где выпил, там и бросил. Два мужика сидели. И около них вот так вот на дорожке, на этой, прямо слоем. Свинство? Такое свинство. Родители воспитывают так своих детей. Хотят как-то себя, может, показать, что они такие все независимые. Я вот тут брошу, мне плевать на ваши законы и все остальное. Ну, отремонтировали. Дальше что? Для чего отремонтировали? Для того, чтобы он в свинстве так же снова гряз. По данной территории прибирается подрядчик в рамках муниципального контракта. Уборка мусора из урн и вдоль мурн. Очистка дорожек производится каждое утро. Укажем подрядчику, чтобы еще и в течение дня заходили на территорию и смотрели, как переполнены урны. Мини-филиал мусорного полигона устроили и здесь, в зеленой зоне около Солнечной 8. Полчаса мы с оператором бродили по местности и обнаружили 8. Только вдумайтесь, 8 куч мусора. И, пожалуй, эта гора пластиковых бутылок оказалась самой большой. И подобных историй за лето всплывает немало. База отдыха в Порошино, карьеры в Стрижах, скейт-парк, у цирка. Перечислять можно и еще долго. По два, по три обращения в месяц мы получаем. Это с Верова 27 и Калинина 4А. Там все началось со строительного мусора. Помним улицу Котовского, это речка Хуновка. Там мусор строительный. Большая куча покрышек рядом с водоемом, рядом с Ганино, была обнаружена нами. Грустный пейзаж стал классикой кировских курортов. Это факт. Другой вопрос, кто в этом виноват. Одни говорят, мол, люди, свиньи. Другие, что администрация не дорабатывает. Не, ну вот стоял бы здесь контейнер ночью, конечно. Зачем по ноги кидать, когда можно выкинуть контейнер? Ну нет же, некуда скидывать, я так думаю, правильно? Надо, наверное, власти немножко напрячь на эту тему. Ну, поставить контейнеры для мусора, я думаю. Администрация в ответ, мол, каждый год на уборку мусора в общественных местах выделяется немалая сумма. В этом году порядка 12 миллионов рублей. К 1 июля подрядчик КДУ-3 вывез 2000 кубов мусора. На 1 августа заключен новый контракт, на этот раз с рекоператором. На вывоз еще 1500 кубов. Мы вывозили стакелажные, вывозили с шиков, вывозим часто, с вересников вывозим часто мусор. На загородной территории у нас много мусора, от Каткова вывозили мусор. Территория вдоль озера Русского, это, скажем так, стихийно организованное нашими жителями место отдыха. Там был установлен контейнер на 8 кубов. Однако мы отмечали факты, что даже в 15-20 метров наши отдыхающие оставляли мусор прямо вот тут. В рамках нового контракта, ну, точно так же установим там контейнер. К слову, какой бы ни был мусор, отвечает за него собственник земли, на котором его обнаружили. Если свалка находится на придомовой территории, то управляющая компания. На частной предприятие владелец. Если это участок общего пользования, то муниципалитет. Солнечная 8, значит, в настоящее время проводится работа по установлению правообладателей земельных участков. Если участок будет в частной собственности, меры будут предприняты собственником соответствующего участка. Если эта земля будет выявлена, что не разграничена, а собственность государственная, тогда мы устанавливаем совместно с УМВД все-таки лиц, которые допустили размещение отходов. Ну, а дальше идет административный штраф. На физические лица от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, на юридические лица от 50 до 200 тысяч рублей. Это не поможет. Это надо в мозгу человека все поменять. Пока у нас не развелась должная ответственность, никто не будет платить эти штрафы и все равно будут мусорить. Это же конфликтная ситуация будет. Может, кто-то и попадется, кому-то и выпишут штраф, но, мне кажется, не всем. Кроме того, к уборке свалок можно подключить рекоператора. Другие регионы, кстати, такой способ вовсю практикуют. Региональный оператор обязан уведомить собственника земли о необходимости ликвидации места несанкционированного размещения ТКО в течение 30 дней. Если после истечения этого срока собственник земли не выполнил предписание, региональный оператор самостоятельно ликвидирует место несанкционированного размещения ТКО. В этом случае региональный оператор вправе обратиться в суд с требованием о взыскании понесенных расходов. Но вот это в теории, на практике я пока таких случаев в Кировской области не видел. А вот еще вариант. Перенять опыт европейцев. В Голландии, например, люди добровольно выходят на субботники каждые выходные, понимая, какой вред мусор наносит экологии. Вот такой обычный полиэтиленовый пакет живет от 100 до 200 лет. Жестяная банка разлагается около 50 лет. Рекордсменом является пластик. Он уходит в небытие через 400, а то и 700 лет. Надо же быть не одноклеточным существом, а человеком. Надо подумать, даже в пьяном состоянии, в буховом, что через год ты сюда приедешь, и ты здесь же будешь отдыхать. Гость другого субъекта приедет сюда, увидев этот срач, он скажет, какие здесь свиньи живут. Если вам наплевать на себя, ну давайте позаботимся о репутации региона. Но все же, почему люди мусорят? Ответ кроется в детстве каждого из нас. И это не мое мнение, а точка зрения психолога. Ребенок бросают бумажки мимо урны, потому что родители не делают ему замечания. И на собственном примере не показывают, как правильно. Большое влияние оказывает социум. Порой он ломает устоявшуюся культуру, традиции семейные. Такой фактор тоже имеет место быть. А пока администрация ищет виновника свалки на улице Солнечной, а Куприд устанавливает контейнер на озере Русское, остается надеяться на сознательность большинства. И, конечно, на часть себя. Увидели, к примеру, фантик на дороге? Не поленитесь и выбросите его в мусорку. Ведь большое дело начинается с малого, не правда ли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok